Всем, всем добрый день. Давайте для начала похлопаем друг к другу. Замечательный день сегодня. Закрытие театрального фестиваля, да, вы все это прекрасно знаете. Был дан вам небольшой мастер-класс по сценическому движению. Мне выпала честь дать вам небольшой мастер-класс по сценической речи. Никуда выходить не надо, просто встаем со своих мест. Желательно, чтобы все это делали, все это. Просто встаем. Да-да-да, никому не помешает это. Встаем, 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 встаем. Я думаю, здесь в основном все, да, как-то связаны с театром. И вы прекрасно знаете, что актер, естественно, на сценической площадке, он должен вначале действовать, да. Ну и без голоса никуда ему не дерзать. То есть вы видите как бы большие театры, да, большие площадки. И фишка в том, что не всегда же есть микрофон, да. А ведь без микрофона, если он так говорит, то вас же не будет слышно. Из-за этого сценическая речь подается, чтобы голос ваш был слышен всегда. Сейчас я небольшой покажу пару упражнений, для чего это нужно. Во-первых, как правильно дышать. Давайте я научу вас дышать. Положили руки на животики свои. Не против, я как с детьми своим, ладно? На животики положили, сделали рабочий выдох. Это полностью воздух из себя весь. А теперь вдохните, как вы вдыхаете? Ну-ка. Ага. И все вдыхают в грудь. Это неправильное дыхание. Правильное должно быть в живот. Еще раз. Рабочий выдох. Вдох в живот собираем. Вот. Видите? Уже правильно. И у вас намного больше воздуха, нежели будет, когда вы возьмете в легкие. И все. И у вас сразу, видите, у меня голос изменился. Он стал каким-то таким более мультяшным. А когда вы в живот, у вас сразу же голос меняется, потому что звук становится на опору. Итак, еще раз. Рабочий выдох. Вдох. Давайте попробуем. Букву И поем. Просто поем. Три, четыре. Все. Спасибо. Вот сразу это как звучит? Вы поете ИИ на связках своих ИИ. А надо еще раз. Рабочий выдох. Вдох. На опоре. Вот. Отлично. Следующую букву поем. Э. Вдох. Хорошо. Рабочий выдох. Вдох. Буква А. У вас просто такие напуганные лица. Вы думаете, что происходит, да? Какая-то секта. Нет, не секта. Буква Э. Буква У. Буква У. Все, спасибо. Вот так нельзя делать. Не надо это, ладно? И буква И. Хорошо. А теперь я объясню, для чего эти упражнения нужны, чтобы разработать именно эту опору. Потому что представьте, что когда вы набираете в воздух живот, мышцы живота, у вас между животом вот здесь вот такая труба появляется. И звук идет свободно, без препятствий. Потому что если через, как вы слышали, это напрягается, связки голосовые. Это неправильно. Правильно это когда спокойно, как будто звук идет изнутри по трубе. То есть, видите, у меня не так. Не так. Он спокоен. Так, а теперь попробуем. Запомнили буквы И, Э, А, О, У, И. Делаем рабочий выдох и вдох. Сейчас покажу примерно, как на одном выдохе должны этот звукоряд. Это, кстати, называется. Кто не знает, звукоряд должен выходить. Например. Похоже, как будто в Чукотке вызываю кого-то, да? Но не, это не так. Давайте попробуем. Беспрерывно этот звукоряд. Готовы? Рабочий выдох. Вдох. Поехали. Напуганные все. Прямо да нельзя. Давайте еще раз громче, громче. Звук дайте. Рабочий выдох. Вдох. И. Хорошо. Уже почти. Еще раз. Рабочий выдох. Вдох. Вдох. Молодцы. Хорошо. Похлопали в себе. Так, ну, следующее упражнение. Придете мне кого-то сюда вызвать. Вы можете пока присесть на свои места. Вы хотите, да? Ах ты, ну идемте, идемте. И кому-нибудь постарше. Все-таки, ребят, кто хочет постарше? Идемте, идемте, идемте. Идемте, идемте. Быстрее, 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 быстрее. Так. Чуть дальше отходим. Еще вот сюда. Ну, еще двоих. Ради интереса взрослые. Нет, самых взрослых. Кто хочет? Уважаемые педагоги, по актерскому сердцу. Кто-нибудь есть? Конечно. Идемте, идемте. Идемте, ставим сюда. Вначале познакомимся. Как тебя зовут? Вика зовут тебя? Очень хорошее имя. Так. Проходим, проходим. Смотрите, что вы сейчас делаете? Я думаю, все... Надо со всеми познакомиться. Как тебя зовут? Настя. А вас? Очень приятно. Итак, все знаете, в лесу родилась елочка. В лесу она росла. Зимой и летом стройная, зеленая была. То есть это известно... Знаешь эту песню? Как стихия. Но фишка в чем? Сейчас, чтобы понять, как надо лавировать своими эмоциями, да, это простой стих. Вы будете рассказывать, а я буду говорить именно как. Давайте, Ольга, с вас начнем. Микрофон я вам даю. И расскажите вот эти четыре строчки или сколько там, как будто вы читаете... Ой, рассказывайте сплетню подруге. Вот там сидит ваша подруга или... Вы забыли? Ну давайте сделаем так вот. В лесу родилась елочка, в лесу она росла. Зимой и летом стройная, зеленая была. В лесу родилась елочка. В лесу она росла. Зимой и летом стройная, зеленая была. Ну, надо похолопать правильно. Странно, вы рассказываете сплетню. Вы ребенку сплетни рассказываете? Как вы сплетни? Я примерно покажу как. То есть в лесу родилась елочка, в лесу она росла. Прикинь. Вы военная тайна, вы даете, вы не сплетню. Это не военная тайна, это сплетня. Это как в лесу родилась елочка, в лесу она росла. Зимой и летом стройной зеленой было время. Понятно? Давай ее попробуешь? Сама микрофон подержишь? Давай сплетню подруге рассказываешь. В лесу родилась елочка, в лесу она росла. Зимой и летом стройная зеленая была. И хорошо, что она не знает, как сплетни рассказывать, да? Это очень хорошо, молодец. Еще раз громко похлопаем, Вики. Ну, вы тут знаете уже, да? Давай, рассказывай, сплетни. В лесу родилась елочка, в лесу она росла. Зимой и летом стройная зеленая была. Молодец. А ты ей отвечаешь. Ага. В лесу родилась елочка, в лесу она росла. Зимой и летом стройная зеленая была. Хорошо, аплодисменты. Следующее упражнение, все то же самое, только сейчас вот вы рассказывать должны, как будто что-то произошло, событие. Произошло на улице какое-то событие. Не знаю. Начали, для города Степетамак это актуально, начали раздавать бесплатно мороженое, да? И вы забегаете, сейчас все спускаетесь туда, без микрофона, все-все-все. И вы должны забежать, вот принести это событие, встать на сцену, вот сюда в центр и рассказать это событие. В лесу родилась елочка, в лесу она росла, зимой и летом стройная зеленая была. Понимаете? Поняли? Нет? Покажу, хорошо. Представьте, что какое-то событие, вы выбегаете. В лесу родилась елочка, в лесу она росла, зимой и летом стройная, че с ней кем поехали. Примерно так. Понятно? Кто готов? По готовности выбегаем и рассказываем, у вас должно быть в голове свое событие, должно быть. Придумайте событие и давайте покоряйте нас. Готова, Вика? Не готова? Ну давай, подожди, я подожду тебя, Вика, ладно? Давайте. Или Вика, давай. Выбегай! В лесу родилась елочка, в лесу она росла, зимой и летом стройная зеленая была. В лесу родилась елочка, в лесу она росла, зимой и летом стройная зеленая была. А вы где работаете? Не в детском саду? Ну, все понятно, тогда ладно. Готовы? Давай. Давай, давай, давай. Побежали, бегом. Что произошло? Рассказывай. В лесу родилась елочка, в лесу она росла, зимой и летом стройная зеленая была. Хорошо, следующее. В лесу родилась елочка, в лесу она росла, зимой и летом стройная зеленая была. Можно обратно? Сразу скажу, в чем ошибка. Ошибки, понятно? Идемте, идемте, идемте. Ошибка в том, что вы должны заставить этим событием стать человеком и пойти. То есть, интернация, правильно, да, первое? Подача, как вы подаете. И это событие должно быть в голове. Но это уже немножко сложненько. Все, проходите на свои места. Спасибо, аплодисменты. Итак, еще одно упражнение вам скажу. На силу голоса. Все очень просто. Звук «э» давайте так. Или нет, смотрите. Еще я люблю добавлять определенные ситуации к звукоряду. Например, вы кому-то задали вопрос. Слушай, ну, например, дети, в ВК пишите завтра к какой паре? Ой, к какому уроку? Не отвечать. И что вы делаете? Вы напишите «и». Че, правильно? Вот, давайте, вот в этом вопросительной интонации букву «и» насчет «три-четыре». Спасибо. Нет, еще раз. Три-четыре. Коротко. И. Три-четыре. Вот. Потом, если вот немножко такой некрасивый пример, но все же он может произойти. Например, у кого кот дома есть, да, или кошка, собака, неважно, да, вы сидите за компьютером, поворачиваетесь, а он решил, ну, покакать прямо в центре этого. Что вы скажете? Э, правильно. Типа «э»! Три-четыре. «Э»! Еще раз. «Э»! Там еще слова будут, конечно, да? Не надо ее говорить, хорошо. Теперь, когда вам объяснять, вы долго не понимаете, например, два на два умножить — это четыре. Вот долго сидит ребенок не понимает, а потом, когда он поймет, что он сделает со звуком каким? Правильно. Три-четыре. Молодцы. Молодцы, уже соображаете. А следующая буква «у» и вот в какой ситуации «у» может прозвучать это? Правильно. Например, взрослые поймут, на планерке сидите и вам говорят, так, в этом месяце без выходных. И что вы сделаете? Ну и другие слова, да, выяснили? Дети еще. Так, давайте. Три-четыре. Буква «у». Хорошо. А теперь удивляемся. Буква «о». Отлично. Ну и последнее, кто, она ничего не дает, никакой эмоции, просто буква «и». Ну, делаем вот так. А для чего вот это нужно? Во-первых, у вас не просто задействуются мышцы живота, да? У вас еще задействуется ваша лицевая мимика, и это артикуляционный массаж сразу. Потому что, когда вы говорите «и», видите, брови работают там. «Э», «А», видите, сразу все лицо. Очень хорошее упражнение, можете это взять, говорю педагогам, да? Кто из детского сада, кто нет. И с детьми, потому что они их в ситуационном моменте, им проще это понимать. Ну, наверное, я больше не буду задерживаться. Большое спасибо, был небольшой мастер-класс. Скоро мы начинаем, и я думаю, уже очень-очень скоро.